Привет, друзья! Начинается у нас с вами автовлог, а на самом деле это будет... Ой-ой-ой! Вот каждый раз, когда ставишь телефон, убеждаешься, что лучше всего всегда снимать с руки. Короче, а будет у нас с вами новогодний вложик. Сейчас еду в Ашан, буду закупать всякие финзюфлюшки новогодние, потому что у нас есть всё только для одной кофейни. А так как у нас в этом году появилась наша звёздочка, то... Это я не про звёздный бульвар. То нужно купить побольше, тем более там пространство у нас уже большое, и нужно всего накупить. Короче говоря, в этом году, может быть, от того, что выпало ранний снег прям в количестве в Москве, может быть, от того, что мы все так очень сильно активно торопимся жить, в этом году хочется Нового года быстро, рано. Вот сегодня какое число? 21 или 22, когда я записываю это видео, и невероятно уже прям чешутся руки. Я уже что-то, чего-то даже купила в фикс-прайсе. Вот, сейчас мчу в Ашан, хочется всё потрогать, пощупать, словить вот это вот новогоднее настроение. Так, я вам сейчас покажу свою дорогу. Я часто здесь снимаю, когда... Это в Инстаграм выкладываю. Здесь вот у нас вот Останкинская башня и... Как это называется? Дубовая роща. Я обожаю это место, этот мини-парк. Здесь очень красиво и всегда в разную погоду. Так что, дорогие мои друзья, едем в Ашан. Покажу вам немножко там новогоднего такого антуража. Дорогие мои, представляете, что произошло? С того момента, когда я снимала видео, красивая такая вся, поехала в Ашан за игрушками. Я так сильно заболела. Мы чуть-чуть не помырли с Алексеем Анатольевичем. Три недели прошло, как мы вообще с воспалением лёгких, со всеми делами. Аллилуйя, аллилуйя, мы выздоровели. Ну, более-менее, видите, у меня до сих пор голоса нет. В один момент у меня его вообще не было. Я почти неделю молчала, сидела без голоса. Вот, и сейчас мы уже бодры, веселы. Относительно, конечно. Вот, и, в общем, начали, начинаем работать. Я сниму обязательно этот вложик, потому что невозможно не доделать это дело. Вот, и хочу вам показать, какой снегопад в Москве. Посмотрите, как всё замело. О, вот, пожалуйста, машина, видите, не может нормально заехать. Смотрите, какие снегопады. Заценили уже мой видон Бабнюра? Я так специально сделала, шапку не надевала, потому что сейчас уложила волосы. Если надену шапку, объёмчик весь мой сразу вот такой вот станет. Поэтому мне пришлось повязать так пушистенько себе платочек. Вот, и идём сейчас в хозяйственный магазин. Нужно зайти, короче, купить отверточку. Ну, у нас блендер сломался в тиху, вот эти вот бамиксы наши. А там такая микроскопическая отвертка нужна, чтобы пришлось аж в магаз за ней идти. Короче, вот миллиард отверточек. Такая штука нам нужна. Самая-самая. Вот, микроскопическая такая. Ну, всё, под этим шарфиком бабы Нюры. О, какая девичонка. Это всё ради укладки, понимаете? Чтобы не попортить укладку, пришлось так завязать шарф. Так, а что у меня укладка? Сейчас надеваю китель, иду в цех и поснимаю вам, покажу, какие вчера приготовили эклеры. Сейчас это всё мне нужно сфотографировать для того, чтобы на сайт как предложение выставить. Вот, а то очень давно мы уже делаем эклеры, а на сайте до сих пор этой информации у нас нет. И вообще у нас там много чего нет, чего мы делаем. Вот, и очень сильно ещё хочу вам показать наши штолины. Мы решили в этом году на Новый год сделать новогоднее предложение штолины. Потому что, вы знаете, я всегда вот топлю за то, что торты на Новый год нет, вообще нет. Ну, максимум это может быть Медовик или Наполеон. Но Медовик и Наполеон – это всё-таки такие, как будто бы, если так можно сказать, полувыпечка, что ли, да? Вот, и я всегда за то, чтобы на столе в Новый год и в Рождество стояла выпечка. Я не знаю, почему. Я так чувствую, и у нас всегда так было. И мне кажется, штолин – это просто потрясающе. У нас на нашем столе новогоднем обязательно будет штолины в Рождество и на Новый год. И делаем мы его… Я рецептом этим делиться не буду, я сразу говорю, потому что этот рецепт от очень известного австрийского шефа. И мы его выкупали. В общем, выкупали, находили. Не спрашивайте, как это мне всё досталось. Очень непросто. Вот, поэтому теперь делаем чётко по этой технологии, в соблюдении всех правил хранения, возревания вот этих вот штолинов и так далее. Получается просто фантастический. Всё. Китель, чепчик и в цех. Смотрите, как красиво. Как будто какая-то я индусская штукенция на голове. Вот почему нельзя так, например, в цеху работать? Ну, это же круто, правда? Ну, мой бардачео. Пишите, как красиво с цеху. Вот так приходишь, скажешь, здравствуйте, ребята. Клёвый, да, у меня голос вообще. Я на самом деле так сильно испугалась для меня, потому что голос – это рабочий мой инструмент. И у меня такая паника началась, что я без голоса день, два, три. И медсестра приходила к нам домой анализы, когда брала, услышала мой голос, и она начала мне про это рассказывать. Какие-то страсти мне рассказала. Думаю, зачем она мне это вообще говорит? Неделя, потом ещё что-то, что-то тут опухнет, что-то там дышать нельзя. Я говорю, стоп, возьмите анализы и больше ничего мне не говорите. Я там своему врачу пишу, я говорю, ладно, так и так. Она говорит, успокойся, молчи неделю, пей тёплую воду, ну, какие-то там лекарства были, всё, всё потихоньку восстанавливается. Ну, видите, уже к третьей неделе пошла, пока ещё вот такой скрипящий, грубоватый. Ну, хотя бы он есть у меня. Вот так. Ребятки, вот такую гору эклеров разных приготовили. Это у нас клубничный, карамельный, мой любимый лимонный. Так что тут у нас фисташковый, ванильный и шоколадный. Смотрите, какая красота. Какие краски. А ещё, друзья, вы представляете, ровно пять лет. Сегодня ровно пять лет, как существует наша кондитерская. Пять лет назад два человека, просто абсолютно влюблённых в своё дело, решили сделать этот сложный шаг и нырнуть в этот бизнес и что-то вдруг из этого получится. Знаете, что я вам хочу сказать? Я хочу сказать вам, что очень многих людей от каких-то достижений в жизни останавливает только одна вещь – страх. И всем кажется, что тот, кто делает, он не боится. Я вас сейчас, возможно, удивлю, но я вам скажу. Вот мне когда говорят, а тебе не страшно? Я говорю, страшно, страшно. Обосраться можно, как страшно. И поверьте мне, уровень страха у всех одинаковый. И тот, кто делает, и тот, кто не делает. Поэтому меня всегда, знаете, что мотивирует? Я всегда думаю о том, что когда мне будет сто лет и настанет этот последний день, о чём можно жалеть? Мне кажется, можно жалеть о двух вещах, что ты мало любил и мало делал. Вот это две вещи, о которых можно жалеть. А пока мы живём, весь этот наш путь нужно наполнять событиями. Вот что хочешь, то и делать. Ну, в рамках, конечно, того, чтобы комфорт других людей не нарушать. Но по своим ощущениям, что хочешь – делай. Хочешь – это вообще плевать на предрассудки, плевать на страх, плевать, кто что скажет. Просто идёшь и делаешь. Я не могу сказать, что мы там чего-то колоссального такого за эти пять лет добились. Нет. Ну, плюс я ещё такой человек, перфекционист, который вечно недооценивал, в общем, себя и думал, что можно было бы и лучше, там, ещё что-то. Но это всё фигня. Это всё не имеет никакого значения. И имеет значение только то, что... Пять лет сегодня. Короче, друзья, это вообще невероятная вещь какая-то. Я хотела сегодня сделать очень крутую такую фотосессию у входа в кондитерскую. Да, Настя? Вот. И хотела сделать фотосессию у входа в... Ну, такую фотосессию, я так говорю, сестре, дам телефон, скажу, сфоткай меня. Вот. Где мы с Лешей в Китиле стоим у входа в кондитерскую, где есть уже наша вывеска. Вот. Но что-то я замоталась, закрутилась, завертелась, уже потемнела. Я не знаю, может быть, завтра это сделаем, посмотрим. Вот. Так что такие новости, друзья. Значит, мы уже что-либо сейчас продегустировали. Сейчас я вам его покажу тоже. На кухне просто ребята работают. Не хочу отвлекать, потому что я как-то там с камеры прыгаю. Я знаю, что я их смущаю. Я темною и сама тоже смущаюсь. Вот. Сейчас ребята соберутся уже домой. Вот. И я это... Пойду еще немножко вам там поснимаю. Вот. А пока у меня такая бумажная всякая волокита, часть моей работы, состоит из всяких таких вот компьютерных дел, где нужно какие-то карты распечатать, что-то сделать, какие-то графики какие-то там, бланки и так далее. Вот. Сижу сейчас это делаю. Ну вот, кстати говоря, бирочки тоже пытаюсь придумать. Какие-то на Штоллину, чтобы красиво было напечатать. Ребята, представляете, я же вам обещала, говорила, что сейчас вам сниму наше эксклюзивнейшее предложение, которое мы делаем для наших гостей, для наших постоянных клиентов, непостоянных новых клиентов в этом году. И отсняла все в вертикальном плане, не в горизонтальном. А в Ютубе же здесь только горизонтально. Смотрите, что теперь я вам покажу. Это Штоллин. Сейчас, ладно, я все равно это видео вставлю в вертикальном виде. Посмотрите. Короче, очень крутые Штоллины мы в этом году делаем. Они потрясающие. Они настоящие. Они такие, какие вот они должны быть. Обмакиваются в сливочно-апельсиново-ромовом сиропе. Я таких глазами за Лёшу слежу, он ходит. Сиропе и посыпается обильно-обильно сахарной пудрой. Сахарная пудра сильно прилипает, запечатывается и образовывается такая корочка. Благодаря чему все ароматы. Но он же еще выстаивается, вызревается при определенных условиях. И все ароматы запечатываются внутри, и влага запечатывается внутри. Ребята, он просто фантастический, невероятно ароматный. И у него вот это вот, хотел сказать, пармезановое, марципановое. Марципановое вот это классическое колбаска. Это очень-очень вкусно. С этим, если подарочком прийти кому-то в гости, и уж тем более на Рождество, это прям будет очень круто. Очень круто. Я уверена, что все гости это оценят. Так что, друзья, я, все, кто хочет у нас заказать наши штолины, я вам ссылку внизу оставляю в описании к этому видео. Проходите, заказывайте. И их будет ограниченное количество, потому что все делаем вручную. Плюс это делается все заранее, потому что они должны вызревать. Их определенное количество. Вот поэтому в какой-то момент мы заказы поставим на стоп. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста, очень вас прошу. Вот, если вдруг кому-то он не достанется. Потому что делали их заранее, чтобы они вот вызревали. Вот, все. Друзья, кому надо, клик по ссылочке в описании. И сейчас мы с вами пойдем в кондитерскую. Хочу вам показать. Все эти эклеры уже уехали, туда выставили. В общем, мне нужно пойти все проверить. Шефским взглядом своим посмотреть. Сказать правее, левее, туда-сюда. Вот. И показать вам. А, ну и плюс я же хотела вообще с вами украшать кондитерскую. А тут что-то пошло не по плану. Кто-то вмешался. Сказал, Милана Романа, будешь болеть? Без голоса сидеть. Вот. Так что надо сейчас поехать. И покажу вам немножко наши гирляндочки. Наши эклерчики. Вот. И все. И уже буду монтировать это видео. Не буду его слишком перегружать информацией. Ой, друзья, смотрите, как красиво. Я не видела. Ребята без меня украшали. У нас тут гирлянточка на улице горит. Куча гирлянд внутри. Буковка L погасла. У нас мастер еще никак не приедет. Смотрите, как красиво. И вы же не знаете, мы же еще вон моих этих птичек повесили. Павлинчиков. Как они там? Как они называются? Фламинго. Как красиво, ребята. Я первый раз это вижу, поэтому я прям восхищаюсь. Приехали друзья в кондитерскую. У нас, нам приехала такая полочка. Сейчас собираемся с Ташей Йор для того, чтобы прикасывать, извини, всякую там мелочевку, типа там жевалочки, чупа-чупа, вся такое, все на эту полочку аккуратно поставить, чтобы пространство освободить. Всегда стараюсь снимать тогда, когда либо здесь вообще нет людей, либо минимум для того, чтобы никого не смущать. Итак, хотела вам показать. Ну, там сидит девушка, сейчас она уйдет, я вам более подробно покажу. Вот, а пока просто наши гирлянточки новогодние. Вот, сейчас здесь все тоже вам покажу. Ребятки, вот так вот собрали полочку. Теперь аккуратненько все вот эти вот всякие киндеры, шминдеры, детские фигнюшечки здесь у нас стоят, чтобы ребята здесь могли спокойно упаковывать уже тортики. Хочу вам показать, как у нас тут красиво. Вот мы свежайшие клееры себе привезли. Вот как мы украсили, в общем, здесь повесили гирлянды. Здесь вот на окне у нас такая красота. И за окном. И вот она красота наша, которую мы сделали. Помните, как здесь все по-другому было с тех времен, пока я вам показывала? По-моему, вы не видели вот эти вот столики. И в днях буквально тоже приклеили. Посмотрите, как теперь здесь уютно, красиво. И появилась еще одна фотозона, потому что все там фотографировались раньше. Теперь еще и здесь фоткаются. Вот, так что такая красота. Не помню еще вот этого. Говорила вам или нет, а зрительница принесла нам такой красивый фикус вообще. Как он здесь шикарно у нас смотрится. Ну что, ребята, сегодня такая пушистенькая, мягенькая. Здравствуйте. Короче говоря, пришли, как мы всегда говорим, пришли, навели в суету. Ну что, ребятушки, вот такой вот хороший у нас продуктивный день получился. Сейчас буду для вас монтировать это видео. И уже сегодня, может быть, даже завтра опубликую, потому что опять оно у нас на телефончик. Все, кто ждали день со мной, вот такой вот день получился. В этом дне нет ничего сверхъестественного. Ничего суперкрутого такого вам не показало. Вот просто как мы проводим свои дни. Очень многим из вас нравится смотреть такой формат видео. Поэтому для вас снимаю, чтобы отвлекались, развлекались, смотрели. Я люблю тоже такие всякие расслабляющие видео. Смотреть вроде ни о чем, но как-то, я не знаю, смотришь, улыбка как-то на лице. Да, Алеш? Да. Вот, так что так, дорогие мои, я вас всех целую, обнимаю. Прекрасных вам предновогодних дней. Суеты или не суеты. Не знаю, я, знаете, как отношусь и к дню рождению, и к Новому году. Очень спокойно. То есть у меня нет какого-то такого ожидания, что я что-то получу такого вау. Соответственно, когда у тебя нет такого ожидания, у тебя нет разочарования. То есть я спокойна. Для меня это как обычный день. Думаешь, ну просто сделаю какие-то там приятности себе, своим близким. Вот, и со спокойствием, с таким вот я ожидаю, скажем так, и Новый год, и день рождения. Вот, и поэтому, когда вдруг что-то происходит такое приятное, ты думаешь, ох, как здорово. Это как, ну просто бонусом. Так что такие дела, ребята. Минутка философии. Я вас целую, обнимаю. Будьте здоровыми. Сейчас вообще все так страшно болеют вокруг. Так что это, мы тоже, видите, свою дозу получили болезни. Но я, как во всем всегда, пытаюсь хорошо увидеть. Хорошее я вижу только то, что хотя бы за две недели до Нового года мы выздоровели для того, чтобы я смогла и по работе какие-то вопросы сделать, да, и продолжение новогоднее для гостей проработать, все это выпустить. Вот, ну и плюс более-менее бодрячком быть уже в сам Новый год. Все, теперь я вас точно целую, обнимаю. Всего вам с вами самого-самого доброго. Пока-пока. И еще раз напоминаю, кому, кто хочет приобрести нашу Штоллину, ссылочка будет в описании. Проходите на сайт, заказывайте. Ну или сразу на WhatsApp пишите, ребята у вас примут заказ. Привет, друзья! Я к вам с нашим новогодним и рождественским эксклюзивным предложением. Звонят постоянные гости, клиенты и спрашивают нас, ребята, ну что же вы нам в этом году предложите? Друзья, вот что мы вам предлагаем. Что предлагает наша кондитерская? У нас в этом году будут рождественские Штоллины. Знаете, Штоллины выдержанные. Это просто фантастический рецепт. Мы приготовлены по всем, по всем правилам. В определенной упаковке, в определенном месте, в определенной температуре они выдержанные. Сегодня у нас была дегустация, это просто невероятно вкусно. Это потрясающе. И внутри у нас, конечно же, традиционная будет марципановая вот эта вот прослойка. Давайте с вами сделаем распаковку. И продегустируем. Я покажу вам, какой он невероятно фантастический. Мне очень жаль, что вы не сможете почувствовать этот аромат и этот вкус. Смотрите, какая огромная, огромная порция. Видите, вот эта корочка, которая у нас сахарная, образовывается и запечатывает всю влагу, все ароматы и все вкусы внутри Штоллина. Ребята, посмотрите на эту текстуру. Кексовую такую вот полукулич, полукекс, полупанеттони. Ссылку вам для заказов и номер телефона я оставлю под видео. Приходите, заказывайте, приобретайте.